Великого Гюго Ты самый великий, самый прекрасный, любимый, прости мне мою безмерную любовь к тебе. Видеть тебя — значит жить, слышать тебя — значит мыслить, целовать тебя — значит возноситься к небесам. Здравствуй, мой возлюбленный, здравствуй, как ты себя чувствуешь нынче утром? Я же могу только одно — благословлять тебя, восторгаться тобой и любить тебя всею душою. Я уже отсюда слышу, как вы, амазонка, вы, жестокосердная, вы, задира, восклицаете. Пятьдесят лет преклонения? Ах, да чего она ему, должно быть, надоела? А вот и нет, дорогая, не думайте так. Помнится, я и сам частенько напоминал вам о необходимой мере кокетства. Известно, что многие мужчины и женщины пренебрегают тем, что дается им легко, и добиваются того, что от них ускользает. Я знаю, что Гюго много раз обманывал бедняжку Жульетту, даже в ту пору, когда она была еще хороша собой, и что она ужасно страдала из-за этого. Но зато другие проходили, как ветер, как волна, а она оставалась с ним всю жизнь. Она оставалась с ним потому, что люди определенного типа, рожденные для борьбы и нуждающиеся в доверии близких, как в необходимом оружии, художники, политики, выдающиеся деятели, и испытывают потребность в ежедневной дозе преданности и преклонения, предпочтения, превознесения, преклонения. Все эти близкие друг другу понятия содержат особый витамин. ПР. Без него воля у них слабеет. Наше тело нуждается в кальции, фосфоре, наш дух в ободрении и почете. Тело расцветает на солнце, дух в лучах любви. Однообразие. Да, оно, без сомнения, порой утомляет. Я более чем уверен, что Гюго не прочел все двадцать тысяч писем Жульетты. Можно с легкостью вообразить один из триумфальных дней поэта, когда, охваченный вдохновением, торопясь поскорее засесть за работу, он с утра распечатывал нехитрое письмецо своей возлюбленной, быстро пробегал его, убеждал, что это не более чем обычный набор излияний, прочитывал заключительные строки. «Увы, я люблю тебя больше, чем когда-либо, люблю, как в первый вечер, и равнодушно складывал послание в ларец, в стопку ему подобных». Бывало и так, что, влюбленный в другую, Гюго искал среди писем конверт, надписанный отнюдь не рукой Жульетты, а ее письма оставались нераспечатанными. Но наступали и такие дни, когда попавший в опалу поэт находился в опасности, когда его переполняло отвращение ко всему на свете, когда против его произведений строились козни, а сам он подвергался преследованиям. Тогда тщеславные охотницы на львов искали себе другую добычу, и только одна Жульетта неизменно оказывалась в пустыне или в изгнании рядом со своим поэтом. Тогда ее ежедневные письма и нежные признания помогали израненному и затравленному льву вновь обрести силу. В такие минуты именно для Жульетты писал Виктор Гюго стихи, в которых после стольких лет старался определить, чем сделалась их любовь. Два сердца любящих теперь слились в одно, воспоминания сплотили нас давно, отныне нам не жить отдельно друг от друга, ведь так, Жульетта, так, о, милая подруга, и вечер, и покой, и луч веселой дня, и дружба, и любовь, ты все, все для меня. Не кажется ли вам, что для того, чтобы в старости получать подобные стихи, стоило поклоняться поэту в молодости? Дорогая, тотчас же напишите мне трогательное послание, полное поклонение, а я обещаю сочинить сонет к вашему юбилею. Прощайте.